По последнему саммиту G8 следует сказать прямо, что президент Российской Федерации Владимир Путин добился максимума того, что можно было добиться в вопросе по Сирии. Тем более, что кулуарно мы знаем высказывать достаточно жесткие мнения относительно дальнейшего участия России, относительно вот этого формата в целом G8 со стороны других руководителей государств. Мы должны понимать, что G8 появился в тот момент, когда Запад притянул к себе персонально тогда президента еще Российской Федерации Бориса Николаевича Ельцина, чтобы высушить Россию, чтобы слить с нее все, что было можно. В другом качестве Россия внутри G8 абсолютно не нужна. То есть ее приблизили с тем, чтобы Россия не делала каких-то несанкционированных шагов. Сейчас, как я уже сказал, президент России сделал максимально возможное, но мы должны иметь в виду, что Россию могут заменить какой-то другой страной в этом формате. Ну, допустим, если рассматривать такой вариант, как замена России Китайской Народной Республикой, то это может изменить конструкцию мира в очень серьезной степени. Мы должны просчитывать все эти вещи. Более того, я не исключаю каких-то болезненных мелких деталей, беспокоящих, которые могут быть активизированы внутри формата G8. Ну, например, мы знаем, что наш президент, ну, неважно кто, сейчас это президент Путин, до этого был президент Медведев, до этого президент Ельцин, всегда стоят с хозяином саммита. Или по левую, или по правую руку рядом. Но в какой-то момент нас могут поставить с левого крайнего фланга, с правого фланга. Об этом тоже никто не думает. Вроде бы мы принимаем участие, но наш статус, то есть нас предупредили, нас слегка предупредили, наш статус понизили. И уже после последнего саммита G8 мы должны это понимать, и мы должны прослаивать солому, исходя из известной русской пословицы, там, где мы можем очень серьезно упасть. Заявление канадского премьер-министра о том, что это не формат G8, мы должны иметь в виду и очень серьезно относиться к таким вещам. Спасибо.